Сергей любил ездить в дальние рейсы. Ему нравилась дорога, новые места, богатые самобытной историей. В этот раз он был один, без напарника. Старый коллега в последнее время стал частенько побаливать и опять пропустил рейс, но Сергей нисколько не скучал без компании. В одиночестве он много думал о жизни, вспоминая детство. Отец парня тоже был дальнобойщиком, которому повезло перевозить грузы в страшные 90-е, когда на дороге хозяйничали бандиты. Как-то они подкараулили фуру, застрелили водителя и угнали машину вместе с ее содержимым в неизвестном направлении. Сергею было всего пять, но он на всю жизнь запомнил страшный крик мамы, узнавшее несчастье. Был отец, но воспоминания о нем смутные. Вот только запах бензина от рабочего комбинезона в памяти остался. Мама плакала по ночам, а Сережа обижался на нее, не понимая, как тяжело молодой женщине воспитывать сына в одиночку. Хорошо дедушка помогал, частенько забирая внука к себе на выходные. Мальчик обожал деда Петра, строгого, сурового старика, но доброго и справедливого. И дела у дедушки были воистину мужские, серьезные. Дед Петр, увидев, как маленький Сережа с увлечением играл в машинке, подумал немного, нахмурился, а на следующее утро привел внука в свой гараж, а там стоял старенький запорожец. Вот что, внучок, ты не слюнтяй какой-нибудь, а рабочая косточка. Поэтому будем учиться нужной профессии. И обучил старик Сережу всему, что знал. Уже после парень сдал на все категории, окончил школу ДСААФ и ушел в армию настоящим профессионалом. Командир части гордился бойцом, приводя в пример его мастерство и танк как образец техники, находящимся в идеальном техническом состоянии. Сергей вернулся из армии бравым солдатом, высоким, сильным, плечистым. Мать, увидев сына, так и ахнула, не сразу узнав, в молодом богатыре своего родного Сережку. А Сергей грустно смотрел, как постарела, увяла его когда-то красивая мать, так и не вышедшая ни за кого замуж, каждую неделю посещавшая кладбище, где ухаживала за отцовской могилой. Сергей гулял на гражданке недолго, уж очень ему хотелось освободить маму от вечных забот из-за безденежа. Юноша без особых сложностей устроился в хорошую фирму по грузовым перевозкам, где ему сразу доверили большой трейлер. Через месяц принес домой маме неплохую зарплату, сделал ремонт в квартире, поменял всю мебель. А через три месяца женился. Девчонки поглядывали на видного непьющего парня, и каждая старалась покорить такого перспективного жениха. Сергей оглянуться не успел, как очутился в ЗАГСе. Молодая жена Юлия, оказалась шустрее других девушек, долго не церемонилась. После свадьбы нашла съемную квартиру, которую можно было выкупить впоследствии, если супруг поднажмет на работе. Сергей поднажал. Брал дополнительные рейсы, дома бывал редко, оставляя Юлию надолго одну. Напарник не раз предупреждал, чем обычно заканчивается такое рабочее рвение, и как в воду глядел. Однажды Сергей вернулся домой и застал жену в объятиях другого мужчины. Расстались без скандалов. Сергей забрал свои вещи и уехал в материнскую квартиру. В бутылке с горя парень прикладываться не стал, за топор тоже не хватался. Мать и не переживала, решив, что не очень-то и любил сын легкомысленную Юлю. Не знала женщина, как страдал Сергей от предательства супруги и надеялся, что придет к нему неверный, попросит прощения и потечет жизнь снова в спокойном русле. Но Юлия не пришла, уехала в большой город, а там вскоре вышла замуж за богатого бизнесмена. Шустрая была, времени зря не теряла. Сергей погоревал, но продолжил жить потихоньку. Водил свой трейлер, на выходных отсыпался и помогал маме по хозяйству. Вот и сегодня он мечтал о том, как вернется домой, а мама подаст сыну огромную тарелку, полную домашних вареников, вкусных и ароматных. Так и ехал парень весь день, пока не стемнело, а шоссе заметно опустело. Вдруг увидел вдалеке на обочине странную фигуру, закутанную в черное. Это была женщина, голосующая на дороге в надежде остановить какую-нибудь попутку. Сергей нажал на тормоза, близилась ночь. Негоже оставлять человека одного. В кабину взобралась монахиня. Она поздоровалась, размашисто перекрестилась и повернулась к Сергею, чтобы поблагодарить его за доброту. Парень внутренне так и ахнул, вот ты красавица. Из-под черной рясы на юношу смотрели огромные зеленые глаза, какие только в сказках у принцесс бывают. Благодарю вас, а то и не знал, что делать, темнеет быстро, никого нет, а я очень боюсь волков. Сергей, напустив на себя важный вид бывалого водителя, степенно ответил, в наше время не волков бояться надо, а людей, столько преступников развелось, страсть. И тут же покраснел от смущения. Надо же, как дед столетний разговаривал, наверное, монахиню перепугал. Но молодая девушка не испугалась и не засмущалась. Она оказалась очень милой и общительной, совсем не похожа на кротких, немногословных служительниц монастыря. Красавица представилась Аной и начала расспрашивать Сергея о его работе. Парень охотно отвечал на толковые вопросы монахине, и постепенно беседа перестала быть скована. «А вы куда путь держите, матушка?» Она улыбнулась и ответила, «Нам по пути». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.